МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4 Гомель. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Защиту рубежей Родины доверяют настоящим патриотам и профессионалам. На этой неделе в Беларуси отметили День пограничника. Противодействие COVID-19. Как ветки в условиях пандемии работают коммунальные службы и местные поликлиники. Вступительная кампания 2020. Какие коррективы здесь внесла эпититуация? Репортаж нашего корреспондента. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Митинги, плацконцерты военных оркестров и открытие комнат боевой славы. На уходящей неделе в Беларуси отметили День пограничника. Эта профессия одна из самых интересных, ответственных и уважаемых. Как бы ни изменялся мир, защиту границ Родины доверяют, как и прежде, настоящим патриотам и профессионалам. В Гомельской области праздничное мероприятие прошло на территории погранкомендатуры Лоев. Именно туда и отправились наши корреспонденты. Свой профессиональный праздник пограничники традиционно отметили на всех заставах. Однако центральное место в программе торжеств в этом году отвели митингу в погранкомендатуре Лоев. Торжественное построение и награждение лучших. Нагрудные знаки Государственного пограничного комитета. Грамоты, благодарности, очередные воинские звания и внеочередные отпуска для солдат срочной службы. Пограничный стаж Егора Безбогина – полгода. Первая награда – значок «100 выходов на охрану государственной границы». Я хотел попасть именно в пограничники, именно на эту службу. То есть я очень много про нее слышал, очень много интересовался. И именно сюда меня все это и вело. Когда мне военкомате сказали, что тебе предлагают попасть в пограничники, я без промедления сказал да. К современным пограничникам требования особые. И не только к состоянию здоровья. Человек должен быть настоящим профессионалом и патриотом. Выбирают самых лучших военных, которые на учебном пункте обучают специальности. И сюда они приходят уже настоящими специалистами своего дела. Мы, конечно, совершенствуем их мастерство, обучаем как личным примером, так и при проведении занятий. Но вообще уровень подготовки солдат достойнейший. По большому счету военнослужащие-срочники никогда не знают, какая тревога звучит в этот раз – учебная или боевая. В любом случае поставленную задачу нужно выполнить на отлично. Скажем сразу, задержание, которое вы видите сейчас – учебное, хотя и реальных нестандартных ситуаций у пограничников хватает. Подтверждение чему – итоги служебной деятельности. За 2019 год и 5 месяцев 2020 года на участке Гомельской пограничной группы задержано 870 нарушителей законодательства Республики Беларусь и государственной границы и правовом положении иностранных граждан. Плечено 88 попыток перемещения товарно-материальных ценностей, из них 72 в пунктах пропуска на общую сумму порядка 700 тысяч белорусских рублей. Для нашего региона основным правонарушением будет являться рыболовство в пограничной полосе с нарушением установленных правил. За время наших многочисленных журналистских командировок нам не приходилось слышать от местных жителей ни одного плохого слова в адрес пограничников. Причем касается это как простых людей, так и руководителей различного уровня. Они реально помогают. Это общая оценка. У нас на территории Луевского района 24 населенных пункта относятся к пограничной зоне. Наши пограничники участвуют в работе смотровых комиссий в данных сельских населенных пунктах. Также принимают участие в проведении сходов граждан, на которых они проводят информационную работу по разъяснению граждан правил нахождения, проживания и ведения хозяйственной деятельности на территории пограничных и сельских населенных пунктов. У нас в районной гимназии созданы работы от отряда юных пограничников. Также уже несколько лет на территории нашей погранкомендатуры созданы работы от военно-патриотический лагерь «Патриот», куда приезжают дети не только Луевские, а также ребята из Брагинского, Хойниска и Реческих районов. Заступить на охрану государственной границы – этот приказ, который всегда заставлял пограничников ощутить свою значимость и востребованность. Защита Родины – не просто слова. Сначала приказ по кораблю. Корабль заступил на охрану границы СССР. В программе торжественных мероприятий в погранкомендатуре Луев – открытие комнаты боевой славы имени Героя Советского Союза, пограничника Николая Сушанова. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Он получил орден Боевого Красного Знамени на Курской дуге и отличился при форсировании Днепра в 1943 году в районе Луева. Переправившись одним из первых, два дня удерживал и расширял плацдарм. Лейтенант Николай Сушанов умер в 1997-м. В прошлом году в погранкомендатуре Луев Гомельской пограничной группы открыли мемориальную композицию Герою Советского Союза Николаю Сушанову. Тогда же начальник Гомельской пограничной группы Владислав Бруев пообещал открыть комнату боевой славы, посвященную судьбе Героя-земляка. Основная масса находок, которые здесь на экспозиции находятся, это именно собранность мест боев в период битвы за Днепр. Основная масса, подчеркиваю, именно здесь, в районе Луева, там, где освобождала эту землю, 106-я Забайкальская пограничная дивизия. Мы открываем, пожалуй, одну из лучших комнат боевой славы, которая существует в органах пограничной службы. Нам в полной мере удалось реализовать то, что мы задумали. Там, где начинается страна, в пограничной службе профессиональный праздник имеет свои особенности. Собрать в этот день всех пограничников вместе невозможно в принципе. Без надежной охраны границы не остается никогда. И этот факт делает его еще более значимым и торжественным. КОНЕЦ Товарищи фцеры, прапорщики, солдаты и сержанты, дорогие ветераны, уважаемые жители приграничья, от себя лично и лично стал Гомельская пограничная группа поздравляю вас с наступившим 28 мая. Желаю всем здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, побольше позитива. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Евгения Макенко, Новости недели. Вы смотрите Новости недели на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам Лидии Ермошиной, это самая массовая избирательная кампания президента Республики Беларусь. В МОЗОРе чествовали победителей республиканского соревнования на лучшие результаты в социально-экономическом развитии аграрного сектора. В церемонии приняли участие помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун. По итогам работы в 2019 году лучшим среди районов стал Мозриски. Тружинникам АПК объявлена благодарность президента и вручен сертификат на трактор. Награду из рук Юрия Шулейко приняла председатель райисполкома Елена Павлечко. Благодарность президента и сертификат вручили и коллективу работников совхоза комбината «Заря». Беларусьнефть объявила об открытии новых месторождений. Они расположены в так называемой центральной структурной зоне Припятского прогиба. Географически это Хойникский район. По предварительным оценкам, запасы нефти на двух новых месторождениях составят более 2,5 миллионов тонн. Задача для Беларусьнефти в этом году 1 миллион 710 тысяч тонн. В то же время компания не исключает возможности открытия новых месторождений в Припятском прогибе. Этот регион считается перспективным. Поискоразведывательные работы будут продолжены здесь в ближайшие годы. Крупнейшая региональная выставка страны «Весна в Гомеле» открылась 25 мая. В сложной эпидемиологической ситуации было решено сделать ее виртуальной. Сайт разработан Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты. На портале представлен экономический потенциал региона, а также визитки компаний, презентации, рекламные ролики, коммерческие предложения и другие материалы. Выставка продлится до 10 июня. Сейчас к ней присоединились около 200 участников из 12 стран, включая Индию, Хорватию, Германию, Литву, Словакию и Молдову. Программа запланированных онлайн мероприятий и встреч на сайте постоянно обновляется. В Гомеле обсудили организацию оздоровительной кампании для школьников. В этом году из-за пандемии она будет иметь ряд особенностей. Все оздоровительные лагеря будут действовать в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения. Их открытие возможно только с разрешения санитарно-эпидемиологических служб. Школьные лагеря начнут свою работу 1 июня. Планируется, что они примут около 17,5 тысяч школьников. Это примерно на 40% меньше, чем ожидалось в начале года. В то же время нельзя забывать о тех, кто летом останется дома. Для таких детей были подготовлены специальные онлайн-проекты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Холодный май будто призывает людей сидеть дома. В такую погоду проще не выходить на улицу и тем самым беречь себя от риска заразиться коронавирусной инфекцией. Следующий репортаж из «Ветки». Мы побывали в местном центре гигиены, поликлиники, а еще понаблюдали, как в условиях пандемии работает жилищно-коммунальное хозяйство. Марина Джалая с подробностями. В центре гигиены идет подготовка к выезду на дезинфекцию. Чтобы надеть защитный костюм, нужно минут 10-15. Сначала комбинезон, потом бахилы. Тело должно быть защищено до миллиметра. В такой амуниции медицинские дезинфекторы отправятся в дом, где у одного из жителей диагностировали коронавирус. Его уже отвезли в больницу. Сейчас нужно обработать подъезд и квартиру специальным раствором. Всего такую работу в районе проводят три бригады, каждая из которых состоит из трех человек. На один очаг – один костюм. Потом его нужно утилизировать. Сразу выезжаем, если квартира, многоэтажный дом. Мы подъезжаем к подъезду, начинаем обработку с входной двери. Сразу обрабатываем входную дверь, потом заходим в подъезд, обрабатываем все перед собой, передвижение до самой квартиры. Обрабатываем лестницу, перилы, стены, двери, лестничные пролеты, площадки. И доходим до квартиры. У квартиры обрабатываем входную дверь, заходим в квартиру и проходим по квартире, все полностью обрабатывая. Обработка домовой квартиры – не единственное направление работы эпидемиологов в пандемию. В любой организации создан запас Д-средств, антисептиков для обработки рук. То есть мы проводим проверки торговых объектов, детских учреждений. Обращается особое внимание на социальное дистанцирование. То есть это разрывы полтора-два метра. И если в квартиру дезинфекторы приходят только тогда, когда там есть больной, то подъезды антисептиком обрабатывают ежедневно. Это делают рабочие по комплексному обслуживанию зданий. Ольге Казуновой за день нужно дезинфицировать 14 подъездов. Справиться с каждым получается примерно за полчаса. Мы проводим дезинфекцию перилами, с верхних этажей обрабатываем, почтовые ящики, ручки. Первые этажи полностью мы делаем просто влажную уборку, тоже с добавлением дезинфицированного средства. Полностью обрабатываем первый этаж, кнопки домофона, ручки входные. Людей на ветковских улицах очень мало. Дождливый день и рекомендации без необходимости не выходить из дома делают свое дело. Но скоро потеплеет, начнутся каникулы, детям сложно будет усидеть в четырех стенах. Для того, чтобы гулять было безопаснее, специалисты раз в два дня обрабатывают дезраствором детские площадки. Скоро каникулы, значит, где-то проводить время, чтобы не постоянно они находились в домашних условиях. Поэтому обрабатываются детские площадки для их безопасности. И последний пункт путешествия по ветке – поликлиника. На входе, как и в гомельских медучреждениях, фильтр. Без измерения температуры и обработки рук внутрь не пропустили даже нашу съемочную группу. При входе в поликлинику каждому пациенту мы измеряем температуру, обрабатываем руки антисептиком. Для пациентов, которые не имеют с собой перчаток или масок, у нас есть маски и перчатки. То есть вы это выдаёте бесплатно? Да, бесплатно. И скажите, вы ещё фиксируете всех пациентов в журнале, да? Да, мы фиксируем фамилии, имя, отчество и температуру, которую мы зарегистрировали. За день в поликлинику обращаются около полутысячи человек. Это вместе с вызовами на дом. Лично приходят около половины. Если у пациента температура повышена, отправляют в специальный кабинет. При подозрении на заболевание пациентам делают экспресс-тест. Если он подтверждает наличие пневмонии, то для окончательного диагноза проводится анализ методом ПЦР. Его результатов нужно ждать не более двух-трёх дней. Пациенты, которые у нас проходят кабинет для температурящих пациентов, доктор там их осматривает, измеряет повторную температуру, уточняет анамнез этого пациента, проводит врачебный осмотр. В случае, если есть какие-то подозрения на коронавирусную инфекцию, через выделенную специально зону пациент провожается в лабораторию и в рентген-кабинет, где выполняются ему исследования. Также есть возможность исследования экспресс-тестом, если у нас есть подозрения на пневмонию данного пациента. Если экспресс-тестом пневмония подтверждается и пациент у нас имеет коронавирусную инфекцию, то эти пациенты у нас переводятся в организации города Гомеля. По оценке белорусских эпидемиологов, сейчас по заболеваемости коронавирусной инфекцией страна вышла на плато. С начала июня ожидается её снижение. Марина Джала, Игорь Морищенко. Новости недели. Изветки. В общеобразовательных учреждениях страны завершается учебный год. Для одних наступают долгожданные летние каникулы, другие примеряют на себя новые статусы. Абитуриента, а если повезёт, и студента. Только вот вступительная гонка в этом году пройдёт по новым правилам. Пандемия внесла коррективы в абсолютно все сферы жизнедеятельности. Что ждёт абитуриента в 2020 и как выстроили в новых условиях работу приёмной комиссии вузов и СУЗов? Материал Николая Скинтияна. Те, кто покидает школьные стены, чтобы перейти на следующую ступень образования, сейчас на финишной прямой. От нового жизненного этапа их отделяют лишь выпускные экзамены. Практически каждый из них давно определился, с какой профессией планируют связать своё будущее. Мы с Германом планируем поступать в БГУР на КСИС, компьютерные системы и сети, на специальность ПОИД. И, в принципе, у нас пока что баллов хватает, мы очень уверенно идём. Буду поступать в БГУР на факультет геоинформационных систем. Это по большей части работа с географией и компьютерами. В этом году путь от абитуриента до студента не такой, как раньше. Есть свои нюансы. Первые изменения во вступительной кампании произошли ещё на стадии профориентации. В целях безопасности учебные заведения отменили дни открытых дверей, перешли на видеоконсультации и общение с абитуриентами в социальных сетях. Новые формы диалога с потенциальными студентами оказались вполне удобны и эффективны. У нас есть инициативная группа уже учащихся, которые четвёртый курс. Они ведут переписку активную с молодёжью. Это их возраст, они как-то между собой общаются больше. И ребята спрашивают, когда можно прийти, когда можно подать. Правила поступления в СУЗы не изменились. Предусмотрены конкурсы среднего балла аттестата, а отдельные специальности требуют сдачи ЦТ и экзаменов. В связи с эпидемиологической ситуацией участие в очных вступительных испытаниях может вызвать беспокойство. Сотрудники средних специальных учебных заведений гарантируют соблюдение всех норм безопасности. Для абитуриентов, подающих документы, будут предусмотрены все необходимые, соблюдены все необходимые меры. То есть это рассадка с условием дистанции по 12 человек в учебном кабинете. И испытание будет проходить в виде тестового задания, которое будет длиться 45 минут. Дистанция социально будет соблюдаться. И учащихся мы можем обеспечить, в принципе, теми же средствами защиты маски и перчатки. Приемная комиссия будет в масках? Конечно. Что касается вузов, то в большинстве случаев главное условие поступления – успешная сдача ЦТ. Правда, пройти испытания из дома по понятным причинам не получится. Пандемия сдвинула и сроки проведения тестирования. Оно пройдет с 25 июня по 16 июля. Те, кто по уважительным причинам не может быть на ЦТ в означенный срок, получат возможность сделать это 19, 21 и 23 июля. Хорошая новость для тех, кто будет сдавать тесты в резервные дни. Теперь для этого не нужно ехать в Минск. Испытания пройдут в Гомельском государственном техническом университете. Количество абитуриентов в аудитории будет не более 50, для того, чтобы обеспечить их рассадку не менее чем на полтора метра друг от друга. Второе – это массовые предметы, такие как русский язык и математика. В этом году пройдут в два дня. Организаторы в аудиториях будут работать в масках, будут работать в перчатках. Кураторы централизованного тестирования призывают абитуриентов проявить социальную ответственность и соблюдать известные меры предосторожности. Уверены, с этим проблем не возникнет. Мы будем соблюдать меры безопасности, предосторожности, будем использовать маски, антисептики и соблюдать дистанцию. Конечно, это слишком много людей и большая вероятность заражения. Пандемия хоть и диктует свои правила, но все-таки не создаст существенных препятствий для абитуриентов. К тому же есть в сложившейся ситуации и позитивный момент. Времени для подготовки к ЦТ стало больше. Главное – сохранять бдительность и внимательно относиться к своему здоровью. Николай Скинтиян, Игорь Морищенко, Павел Антонов, Евгений Макеенко. Новости недели. Новая неделя принесет долгожданные для многих большие школьные каникулы. Больше свободного времени и больше рисков. Проезжая часть, водоемы, безлюдные переулки, заброшенные и недостроенные здания. Практика показывает, опасность могут таить и привычные дворовые площадки. Только за последние несколько месяцев прокуратура области вынесла десятки соответствующих предписаний коммунальным службам по устранению недочетов. И все-таки, как оградить своего ребенка от возможных рисков и травмирования? Эксперты убеждены, часто именно доверительные отношения в семье и внимательность родителей способны стать лучшей профилактикой детского травматизма. С первыми теплыми деньками наши дети все больше проводят времени на улице. Какие опасности здесь могут подстерегать наших чат? С первыми, да, теплыми деньками дети больше выходят на улицу. Ну, что их может подстерегать? Это и дорожно-транспортные происшествия. Дети наши пересаживаются на велосипеды и могут просто стать жертвами дорожно-транспортных происшествий. Это и дворовые площадки, они там пытаются заниматься и спортом, и все. И если они находятся в ненадлежащем каком-то состоянии, то тоже ребенок может травмироваться. Это и какие-то заброшенные здания, и сооружения, куда детки наши тоже могут полезть. И водоемы. Стало тепло, естественно, они сразу куда? К воде. Интересно поплавать. Зная ситуацию изнутри, оперируя статистикой, какой совет может тебе дать по поводу нахождения детей без родителей? На какой срок? С какого возраста? Что советуют специалисты? Вообще в законодательстве установлено время, когда дети до 16 лет не имеют права находиться вне дома без сопровождения родителей, без сопровождения взрослых. Это с 23 часов до 6 часов утра. Но, скажем так, что если это ребенок вообще детсадовского возраста, то отпускать его одного на улицу нелогично. Просто даже для того, чтобы этот ребенок остался жив и здоров. Потому что неизвестно, что будет делать этот ребенок, находясь один на улице. Дети уже младшего школьного возраста, да, их родители отпускают, но все-таки здравый смысл должен быть какой-то. И они не должны находиться в темное время суток одни на улице. Ночное время суток несет опасность не только, наверное, для самих детей, когда они могут стать и жертвами каких-то преступлений, но и сами дети, по статистике, 36% преступлений совершены именно в ночное время. То есть возникает вопрос, знали ли родители, где находятся их дети в это время? Конечно, да. Родители порой ложатся спать и забывают о том, что ребенок твой не пришел домой. Спокойно ложатся спать. Да, спокойно ложатся спать. Вот тут повод тоже, да, и для работы специалистов. А потом, когда звонят работники милиции, да, в дверь, выясняется, что ребенок-то и не дома. Двигаемся дальше. Строительные площадки и заброшенные территории, какую опасность стоят в себе? Я знаю, что прокуратура области мониторит ситуацию. Надеюсь, таких объектов и территорий становится все меньше. Да, на постоянном контроле прокуратуры области уже несколько лет находятся эти заброшенные здания, недостроенные здания. Постоянно контролируется, потому что это является причиной травмирования и порой гибели детей. Мы все знаем пример, печальный очень, который произошел в Могилевской области, когда дети залезли в недостроенный дом и их просто придавило там плитой. И два малолетних ребенка погибли. У нас в Гомеле тоже имеются такие примеры, когда дети гуляли на недостроенном здании областной больницы, и девочка упала с перекрытия четвертого этажа. У нее были серьезные травмы, но в данном случае девочке повезло, она осталась жива. После этого приняты все меры для того, чтобы не допустить детей на данный недостроенный объект. Но очень много остается еще объектов заброшенных, которые разрушились, двери, окна, и сама надпись «Помещение опасно» или «Вход запрещен» абсолютно не останавливает детей. Поэтому вносятся различные акты прокурорского надзора для того, чтобы оградить вообще полностью доступ в эти помещения. Забиваются окна, двери, огораживаются для того, чтобы действительно ребенок, подойдя, препятствие было у него на пути, и он туда не зашел. В этой связи не менее серьезные контроли за состоянием дворовых территорий и игровых площадок? Конечно, потому что они тоже несут определенную опасность для детей. Если это горка, которая тоже выходит с острыми углами на краях, куда ребенок съезжает и может просто порезаться, либо там имеются такие пробелы, куда у детей заскакивают ручки, ножки, и поэтому всегда на это обращается внимание. Либо это вообще не укрепленные качели, как вот было буквально недавно, когда девочка не посмотрела, что качель не укреплена и была очень серьезно травмирована. Что бы вы посоветовали в завершении интервью бдительным родителям, если обращение в ЖУ не приносит результата? Если обращение в ЖУ не приносит результата, они могут обратиться и к нам. Тогда, я думаю, что все-таки уже жилищно-коммунальные службы посмотрят на эту ситуацию совсем по-другому. Пусть все-таки добрых историй будет больше. Спасибо большое, Ольга Александровна, за это интервью. Успехов в делах. До встречи в эфире. До свидания. И на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова